Таинственная смерть. Царь пропаганды. СМИ будто соревнуются в громкости заголовков и заявлений. Новый поворот в деле о смерти Михаила Лесина не оставил равнодушными журналистов по всему миру. Последние новости от полиции Вашингтона подлили масло в огонь спекуляций, слухов и домыслов от загадочной смерти Михаила Лесина. Изначально российские власти заявили о том, что Лесин умер от сердечного приступа, но как следует из отчета коронера, естественные причины не были причиной смерти этой ключевой фигуры, главного советника Владимира Путина, который в свое время взял под контроль Кремля российскую прессу. Новый поворот в загадочной истории про смерть бывшего союзника российского президента Владимира Путина. Через 4 месяца после того, как его нашли в номере отеля Дюпон в Вашингтоне, власти утверждают, что причиной смерти стала нанесенная травма, а не сердечный приступ, как думали ранее. Нью-Йорк Таймс утверждает, что российского чиновника избили, после чего он вернулся в отель, где и умер. Эти сведения косвенно подтверждают и правоохранительные органы. Полиция заявляет, что на записи камеры видеонаблюдения Лесин ходит в отель и выглядит растрепанным. Это может свидетельствовать о том, что он был сильно пьян. Российские СМИ, несмотря на новости из Вашингтона, не спешат отказываться от версии о естественных причинах смерти. По словам друзей Михаила Лесина, последние годы он серьезно болел, принес несколько операций, и до сих пор его семья считала, что он умер от сердечного приступа. На протяжении нескольких месяцев никакой конкретной, существенной, субстантивной, знаете, как хотите, реальной информации о проливающей свет на хоть какие-либо обстоятельства, случившиеся от наших американских коллег, мы не получали. Российские медиа особенно подчеркивают, что смерть Лесина так и не назвали убийством. Хотя в Госдепартаменте и объясняют, выводы от ВУЧа только после полного окончания расследования. Я не буду комментировать криминальное расследование, которое еще не закончено. Насколько я понимаю, работа продолжается, и всю информацию предоставили российскому правительству. Насколько мне известно, всю информацию передали и также будут поступать в дальнейшем. Не дожидаясь выводов следствия, мировые СМИ выдвигают версии. Некоторые предполагают, что медиамагната могла убить Москва, чтобы избежать утечки информации. Это было бы первым подобным убийством на территории США. Никогда не было политических убийств, совершенных советскими или российскими силами, на территории Соединенных Штатов Америки. В любой другой стране, да, но не в США. Еще одна версия – никакого убийства не было. Смерть Лесина якобы инсценировала ФБР, чтобы спрятать его от Москвы. Эта версия особенно пришлась по душе таблоидам. 25 февраля некто вошел в аккаунт Лесина в сервисе сообщений Телеграм. Об этом пишет журналист-коммерсанта Сергей Горешко. Пополнил ряды конспирологов и российский оппозиционер Алексей Навальный. Опубликовал справку американской таможни о том, что 15 декабря, через 40 дней после смерти, некто по паспорту Лесина покинул Америку. Оказалось это недоразумение. Погранслужба США объяснила появление в своих документах учетной записи о том, что Михаил Лесин покинул территорию страны. Причем, судя по дате, он сделал это более чем через месяц после смерти. Так вот, по словам представителя Бюро таможенного и пограничного контроля Майкла Фрила, подобная запись является обычной процедурой, необходимой для закрытия визы. И она не свидетельствует о реальном отведе человека из страны. Но потока спекуляций разоблачение утки не остановило. Даже без таинственной смерти в биографии Лесина есть о чем писать и сплетничать. Приближенный к Путину чиновник, идеолог пропагандистского канала Russia Today, был женат на модели вдвое младше себя, да еще миллионер, не стеснявшийся тратить в Штатах сомнительные деньги.